Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема – брак в Кане Галилейской. История описана в первой части второй главы Евангелия от Иоанна. Первый стих. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там». Встает вопрос, на третий день по отношению к чему? Следующие версии ответов. Во-первых, по отношению к тому моменту, когда были призваны первые апостолы, и Господь Иисус Христос ушел из Иудии на север в Галилею. И вот на третий день они пришли туда. Либо вторая версия. Они уже пришли туда в Галилею. Соответственно, на третий день после их прихода был брак в Кане Галилейской. И, наконец, третья версия, наверное, наиболее предпочтительная. Был брак в Кане Галилейской и был третий день брака. В любом случае, это не был первый день брака, потому что закончилось вино, как мы сейчас увидим. А браки на Древнем Ближнем Востоке обычно были очень шумными, многолюдными. Приглашались знакомые, друзья, жениха, невесты, их родители из разных окружающих селений. Так что не только несколько десятков, но и больше сотни человек могло быть среди пирующих. И, соответственно, брак, торжество, пиршество продолжались несколько дней. Обратите внимание. Пригласили мать Господа Иисуса Христа, Пресвятую Богородицу. А его, Иисуса и учеников пригласили ради нее, поскольку она приглашена, чтобы оказать ей честь, пригласили сына и пригласили учеников. Это видно из второго стиха. Был также зван Иисус и ученики его на брак. Третий стих. И как недоставала вина, то матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Закончилось вино. Но это скандал на любой свадьбе, будь то древний мир или наша с вами эпоха. И быстро выйти из этой ситуации практически невозможно, потому что нужно с кем-то договориться, с каким-то поставщиком. Нужно большое количество вина для огромного количества народа. Что же делать? И вот мать Господа Иисуса Христа обратится к нему. Она обращается к нему и говорит следующее. И как недоставала вина, то матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. И за этой краткой фразой скрывается ее знание о том, что ее сын больше, чем человек. За этой фразой скрывается знание, которое было дано еще через Архангела Гавриила. И то, что Пресвятая Богородица наблюдала и дальше, позже, когда возрастал Богомладенец Иисус. Поэтому она знает и понимает. Он способен сделать так, чтобы вновь появилось вино. Как же отвечает Господь? Читая сегодня вот этот ответ Господа Иисуса Христа, кто-то может подумать, что он невежливо разговаривает со своей мамой. Что мне и тебе? Мы сегодня так не говорим. Но существуют специальные экзогетические исследования, в которых продемонстрировано, что эта фраза, что мне и тебе, Жена, не является неуважительной. Она в контексте той эпохи звучит вполне адекватно и вполне уважительно. Смысл этой фразы такой. Ни тебя, ни меня эта ситуация не касается. То есть Господь Иисус Христос хочет уклониться от сотворения чуда, потому что ситуация, контекст на свадьбе не соответствует его призванию. Он приходит, как воплотившийся Сын Божий, для того, чтобы уверовавшие в Него могли духовно возрастать и быть спасенными. Но на третий день свадьбы, по крайней мере, не на первый, в первый день не может вино закончиться, уже не на первый день свадьбы, конечно, идет всеобщее веселье, радость. Никто о духовных или религиозных вопросах не задумывается. Поэтому Господь и говорит, это не наша проблема. И дальше указывает, еще не пришел час мой. Здесь важно сделать короткое замечание относительно терминологии. У нас сейчас с вами час, это конкретный промежуток времени в 60 минут. Но греческий термин «ора» означал какое-то установленное время, конкретный период. Например, время, установленное для богослужения, время, установленное для жертвоприношения. Господь Иисус Христос неоднократно будет употреблять именно эту фразу «мой час». И в контексте сказанного выше, «мой час» это в том числе и час, момент, период, когда он принесет себя в жертву. То есть это время его деятельности. Но не здесь, не на свадьбе. Поэтому он говорит, еще это не мое время для деятельности. Тем не менее, Пресвятая Богородица ходатайствует. Смотрите, она продолжает за жениха и невесту и родственников жениха и невесты ходатайствовать и говорит. Пятый стих. Матерь его сказала служителям. Что скажет он вам, то сделайте. Ходатайствует и отдает распоряжение служителям сделать то, что предложит Иисус. Шестой стих. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. В синодальном переводе очень неудачный выбран термин «водонос» для перевода греческого слова «гидрия». Гидрия – это вообще говоря некий сосуд, кувшин, но не водонос, потому что каменный сосуд невозможно поднять и нести. Указано, каков был объем каждого из этих шести сосудов. Они вмещали по две или по три меры, и там стоит греческое слово «метритис». Оно примерно указывало на 40 литров в нашей с вами привычной системе исчисления объемов. Получается шесть каменных сосудов по два с половиной метриса, 40 умножаем на два с половиной, это сто. Шесть сосудов, каждый по сто литров. Иисус говорит им, наполните сосуды водою и наполнили их до верха. Поскольку сосуды предназначались для ритуальных целей, то вода там должна была быть очень чистая, но они были неполны. И вот наполняют служители эти сосуды водой до самого верха, так что объем воды 600 литров. Восьмой стих. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Обратите внимание, сам механизм, чудо, притворение воды в вино не описан. То есть стоявшие рядом не видели чего-то такого эффектного. Не пошел дым, не прозвучал гром, Христос из себя театрально не изображал какого-то особого человека. Все произошло очень тихо и спокойно. Вот оно, настоящее библейское чудо, которое невидимо для глаз окружающих людей. Вода стала вином. Похоже, что этого количества было достаточно, чтобы удовлетворить нужды пирующих. Потому что 600 литров, если мы берем стандартную бутылку в 0,75 литра, это 800 бутылок. А с учетом того, что у нас сейчас в упаковке обычно 16 бутылок, то это было 50 ящиков с бутылками вина. Вина – это большое количество. 50 ящиков – это половина комнаты или даже целая кладовая комната. Таким образом, Господь по просьбе матери дает вино с избытком, так чтобы точно хватило для пирующих. Но не могут вино поставить на стол сразу, потому что есть распорядитель пира, который обязательно пробует новые продукты и отдает распоряжение. Это вино можно подать к столу. А вот это вино из этой партии или из этих сосудов нельзя, потому что оно очень кислое, оно непригодное. Поэтому, поскольку стала вода вином, его вино несут распорядителю пира попробовать и отдать распоряжение, подать на стол. 9 стих. Вино было прекрасным, настолько хорошим, что распорядитель пира, удивившись качеству вина, даже говорит жениху, позвал его к себе и говорит, удивительно. Дальше распорядитель воспроизводит некую поговорку или принцип, который существовал в древнем мире, существует и сейчас. Сперва хорошее вино подают, когда уже напьются похуже, потому что пьяный человек, выпивший человек, уже не различает тонкости и вкуса. А ты, как это ни парадоксально, как это ни странно, самое хорошее, лучшее вино сберег доселе до данного момента. Получается, что вино не только получило санкцию одобрения со стороны распорядителя пира, но и даже похвалу в адрес жениха. Хотя сам распорядитель не знал, откуда появилось это вино. Кроме Пресвятой Богородицы и апостолов, никто не понял, что произошло невероятное чудо и, собственно, вино было притворено из воды. Об этом говорит 11 стих. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Уверовали только ученики, потому что они понимали, что происходит. Другие не уверовали, потому что даже не знали, что произошло. И вот в этом тексте Евангелия от Иоанна, в 11 стихе, есть очень интересный нюанс. Положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, в русском синодальном переводе. Однако, когда читаем греческий текст, то стоит слово «симеон». Симеон – это знак или знамение, не чудо, потому что чудо – это нечто сверхъестественное. Симеон – не всегда чудо. В Новом Завете некоторые действия Господа Иисуса Христа не являются чудесными, но они являются знаками. И в то же время, наоборот, некоторые знаки Христа, как в этой ситуации, носят сверхъестественный характер. Этот термин более точен, потому что чудо может быть пустым, может быть напрасным. Но Господь Иисус Христос никогда не творил пустых, напрасных чудес. Даже если его действия носили сверхъестественный характер, а мы с вами знаем, и где же хочет Бог, побеждается естество чин. То есть там, где пожелает Бог, он превосходит свои собственные законы, естества, природы. Но даже в этих ситуациях, если чудо имело сверхъестественный характер, оно всегда было знаком, указывающим на что-то важное в духовной области в данной ситуации, на то, что Иисус не только Мессия, но также и Сын Божий, равный Отцу. Поэтому, конечно, лучше использовать термин «знак» или «знамение», как это и делает церковно-славянский перевод. Исторически Симеон был именно знак. Знак, который располагали на счетах воины, для того, чтобы во время сражения отличать своих от неприятеля. Ну, а уже позже, это было в древнегреческой литературе и истории, уже позже этот термин стал означать «знак», как некое указание на что-то иное и важное. «И явил славу свою». Мы опять здесь встречаемся с древнегреческим термином «локса», «слава», который употребляется именно в новозаветном библейском смысле. Не как мнение, не как молва, а как возможность, способность что-либо сделать. Пирующие даже не поняли, что произошло. Но при этом, слава Божия, притворение воды в вино была явлена. И уверовали в него ученики его. Еще одно следствие этой истории, то, что христианская церковь очень благосклонно относится к браку. И, собственно, когда в православной церкви идет таинство венчания, то читается именно этот текст из Евангелия от Иоанна. Тем самым священнослужитель, прочитав текст, в одной из молитв просит, чтобы как Господь Иисус Христос пришел на брак в Кане Галилейской, и не только этот брак осветил своим присутствием, но даже и помог брачующимся, помог им в трудный момент, чтобы праздник продолжался, в молитве мы спрашиваем, чтобы Господь посещал и наши браки, посещал наши брачные союзы, нас укреплял и нас вдохновлял. Поэтому, конечно же, хотя сейчас распространенным является, что заключает именно государственный брак в ЗАГСе, но получить благословение Божие в церкви и спросить присутствие Божие в семье через таинство венчания является очень желательным для каждого верующего, потому что история, описанная в Евангелии от Иоанна, конечно же, не только происходила для тех людей, которые тогда жили, но описана в 4 Евангелии в назидание и всем нам. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.